Даже стабильная работа, достойная оплата труда, это еще не гарантия хорошего позитивного настроя и мировосприятия. Да и конец октября, глубокая осень, традиционно время хандры и понижения тонуса. Плюс обстановка в мире, проблемы на работе, в учебе, ссора с близкими. Все это зачастую становится причинами чрезмерных волнений, стрессов и беспокойств более чем 90% людей. Таковы данные соцопросов. А врачи говорят, что стресс это причина ряда опасных заболеваний. Почему и как нужно бороться с осенними стрессами, расскажем прямо сейчас. С таким явлением, как стресс, наверняка сталкивался каждый из нас. Волнение может вызвать все, что угодно. Негативное событие или же банальная ссора с близкими людьми. Вообще у стресса много разных провоцирующих факторов. Список их бесконечен. Все индивидуально и зависит от уровня эмоциональности человека. Мы поинтересовались у жителей Твери, что заставляет их стрессовать и как они с этим борются. Бывает, конечно, но возраст не разрешает мне испытывать его. Разговариваю с сестрой, она меня успокаивает. Я не испытываю негативных эмоций, я равнодушна. У меня такая философия своя личная. Все болезни от нервов, как мы знаем. Стараться нивелировать, включать разум, общаться больше с позитивными людьми, меньше смотреть и слушать паникеров. Вообще в тяжелые времена живем, поэтому каждый день может вызывать стресс, но если вы умеете с ним работать, то ничего вам не страшно. С психологом работаю просто. В терапии год, поэтому, видимо, мне это помогает. С позитивом смотреть на мир и в будущее, и не жить в прошлом, и не сильно переживать о будущем. Болит что-то, надо решать не только симптомы свои, но и какую-то психологическую причину. И в этом есть зерно правды, говорят медики. Особенно тяжело переживают в волнении те, кто привык все держать внутри себя. А ведь негативу нужен выплеск, ведь стресс может спровоцировать целый ряд проблем со здоровьем. Стрессовая кардиомиопатия. Когда на фоне стресса, на фоне повышения давления, несомненно, здесь тоже играет роль, происходит растяжение сердечной мышцы. То, что сначала люди принимают чаще всего за инфаркт миокарда, неврологические заболевания, очень многие, зависят от стресса. В отношении психиатрии, ну как скажу, здесь стресс чаще всего является пусковым механизмом. Одни учатся жить со стрессом, другие пытаются избавиться от негатива. Врачи говорят, в случае резкого волнения поможет прийти в себя глубокое дыхание. А в перспективе хорошо работает смена обстановки, умеренный спорт, общение с близкими и хобби. Как думают многие, горячительные напитки от стресса не избавят, а только добавят проблем, в первую очередь, к здоровью. А научиться жить со стрессом весьма расплывчатая формулировка. При затяжных депрессиях и постоянных волнениях стоит обратиться за квалифицированной помощью к психологу, который поможет настроить себя на позитив и сохранить не только психологическое, но и тем самым физическое здоровье.